Сегодня у нас очередное заседание пленарное, 52 вопроса, из которых одно постановление, когда в очередной раз по болезни переносится правительственный час министра цифровых технологий Шадаева. Но меня удивило, что вчера на Думе он, оказывается, может выздороветь к рассмотрению во втором чтении закона о биометрических данных. То есть, ну, я думаю, что если человек болеет, к сожалению, болезнью люди не научились управлять. И тут даже небеса не знают, когда выздоровеешь. Ну, это к слову. Хотелось бы о нескольких вопросах сказать нашу позицию. Ну, первое, вы, наверное, слышали, что сегодня беспилотниками был атакован аэропорт Курске. До этого были атакованы две базы стратегических бомбардировщиков. Мы считаем, это происходит и потому, что у нас, ну, как бы полное табу на заслушивание Министерства обороны. Ну, что, следующая Москва будет? Мы не хотим сеять панику, но мы считаем, что надо спрашивать у полномоченных лиц, потому что если у нас, в Энгельсе, это главная база наших стратегических бомбардировщиков, можно так запросто атаковать ее, то чем занимаются ФСБ, МВД, Нацгвардия? Ну, и прежде всего, я как человек, служивший в армии, ну, там должна, вообще-то, быть система ПВО и должна быть система охраны трехконтурная, чтобы к стратегическому объекту нельзя подобраться просто так. Это говорит или о том, что у нас, к сожалению, люди, прежде всего управляющие, до сих пор не мобилизовали сами себя, второе, это говорит о полной безответственности, потому что мы глубоко уверены, если мы не мобилизуемся, если мы не осознаем, так же, как на передовой, что своих солдат надо одевать, обувать, обогревать и кормить не населению, а всем. Сначала должны этим заниматься вооруженные силы. Для этого надо четко убрать все те навалы, которые сделал Сердюков, проводя реформу вооруженных сил. Надо восстановить и интендантские службы, надо восстановить и военное училище, надо восстановить всю систему управления, чтобы ею управляли, прежде всего, люди военные, сведущие. Второй вопрос. Мы глубоко уверены, что перезрела необходимость не только по телевизору Совета Безопасности, но строго спросить у полномоченных лиц, насколько мы готовы. Мы же ведем войну, можно обзывать ее, как хотите, но если вы разбомбили всю энергетическую систему соседней страны, то они-то все равно будут отвечать и отвечают. А если учесть, что за спиной у этих людей стоят все страны-семерки, то это Америка нам показывает все наши слабости, потому что их сдали все эти негодяи, которые убежали и сегодня поэтапно оставляют посты. Но я задаю вопрос, почему им дают возможность выехать? И Чубайсом, я уверен, что и Кудрин следом за ним выйдет. Это те люди, которые нанесли нам колоссальный ущерб. Почему у нас продолжает, несмотря на колоссальные потери ФНБ, управлять Банком России Набиулина? Вы поймите, только переоценка принесла к убыткам ФНБ 4 триллиона. 400 миллиардов у нас просто взяли и отняли. Но найдите еще одну страну или одно предприятие, найдите, где человек взял и растронжирил ресурсы и не понес никакой ответственности. Вот в этом заключается в том числе и то, о чем я сказал перед этим. Поэтому мы убеждены, что сегодня нам надо. Не может дальше существовать экономика освоения денег. Должна восстановиться экономика решения проблем. А деньги – это второстепенный элемент решения этих проблем. Посмотрите, почему Советский Союз, столетие которого мы будем отмечать 30 декабря, смог во время индустриализации построить 9 тысяч предприятий. Почему Советский Союз первым из стран-участниц Великой Отечественной войны в 50-м году восстановил все промышленные предприятия? Да потому что существовала, изобретенная китайцами в 12-м веке, примененная Сталином в 30-м году двухконтурная система, когда Государственный банк Советского Союза, он имитировал деньги и никто иной. А кто сегодня у нас имитирует деньги? Неуполномоченное лицо, которое не отвечает за интересы государства, как и государство не отвечает за интересы Банка России. Вы мне поясните, где это государство, в котором деньгами занимается непонятно кто. В результате что происходит? Смотрите. В 2019 году прибыль банковского сектора 1,7 триллиона. В 2020 году прибыль банковского сектора 2,4 триллиона. В 2021 году прибыль банковского сектора 1,6 триллиона. А при этом обанкрочены десятки тысяч предприятий. С нашей точки зрения, именно это является и причиной наших неудач на фронте. Почему? Потому что воевать за Дерипаску, Чубайса и других, или все-таки за народное благосостояние и вера в то, что тебя не забудут. Поэтому мы считаем, что надо фундаментально переосмысливать и очень быстро переделывать и строить мобилизационную систему экономики. В противном случае, как это ни парадоксально, но мы можем в этой войне не преуспеть. Ну и, конечно же, надо принимать законы, которые вообще решают проблемы граждан, а не узкой группой ограниченных людей, находящихся возле присвоенных предприятий. А законы, к сожалению, у нас сегодня принимаются именно по такому принципу. Я обращаю внимание на то, что продолжается ужесточение нашего законодательства. Разумеется, ужесточение не в отношении олигархов и коррупционеров, а в отношении основной массы россиян. И за 26 лет действия ныне существующего уголовного кодекса, в него было внесено аж изменение, аж 290 законов были посвящены внесению изменений в этот кодекс. И 10% только были посвящены этих законов смягчению уголовного наказания, а все остальное было направлено на ужесточение. И это при том, что уголовный кодекс ныне действующий, он намного суровее, чем его предшественник, уголовный кодекс Российской Федеративно-Социалистической Республики. Мы посмотрели на то, как работал у нас 7-й созыв в Государственной Думе и выяснили, что за время 7-го созыва в уголовном кодексе появился 21 новый состав преступления. Далее появилось с момента принятия этого кодекса аж 18 обстоятельств, которые признаются отягчающими. Раньше их было всего 6. То есть пожизненное лишение свободы у нас появилось теперь в 18 статьях существует. Раньше было в 5 статьях всего-навсего. Ну и вот говоря об усилении уголовной ответственности, я хотел бы сказать, многие обыватели ратуют, давай усиливать, давай сажать, давай держать подольше людей там. Но надо понимать, что 5 лет только эффективная норма наказания. Все, что свыше 5 лет, это уже ведет к невозврату из той сферы людей, которые отбывают там наказание. Эффективные меры 5 лет, повторяю. Если он сидит 10 лет, это уже невозврат из криминальной сферы. А сейчас вот в таком криминогенном невозврате находится примерно половина населения лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Многие юристы обращают внимание, что Конституция 2020 года, новый формат Конституции, породил множество запретов и ужесточения наказаний. Вот я обращаю внимание, что появилось очень много у нас политических статей, ну так называют их журналисты, с точки зрения юриспруденции это не совсем правильно. Но я буду использовать, тем не менее, этот термин, полагаю, что он все-таки оправдан. Усилена уголовная, введена и усилена уголовная ответственность иностранных агентов. Появилась уголовная ответственность за клевету, усилена уголовная ответственность за хулиганство. По этой статье привлекают очень часто лиц, которые участвуют в митингах, демонстрациях, шествиях. Введена уголовная ответственность за блокирование дорог. Очень часто такое блокирование осуществляется гражданами, которые проводят митинги, демонстрации. Далее, введена уголовная ответственность за разглашение сведений, персональных сведений о сотрудниках правоохранительных органов. Ответственность за участие в деятельности нежелательной организации. Ответственность за дискредитацию вооруженных сил в марте была введена этого года. А затем последовала ответственность за дискредитацию вообще власти, не только вооруженных сил, но и исполнительной власти в целом. Причем я хотел бы обратить внимание, что вот этот последний закон в марте 22-го года был внесен через так называемый прицеп. Есть у нас такое понятие в Думе. Что это такое? А это ситуация, при которой Единая Россия берет какой-то законопроект, который прошел первое чтение, и во второе чтение в него внедряет потихонечку принципиально новый, с новой концепцией, такой закон, такой правовой акт, такие нормы, которые не хотелось бы обсуждать публично. То есть он не обсуждается, он принимается или не принимается. Вот и все. Вот таким образом именно был принят вот этот закон, предусматривающий ответственность за дискредитацию власти. И причем второе и третье чтение был проведен в один день. Но это не единственный случай. Вот у нас в этом же году был принят еще один закон не так давно. Тоже путем прицепа. За основу был взят закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Нормальный, безобидный закон. КПРФ проголосовал за этот закон. Но во втором чтении туда включили закон, который ограничивает доступ к информационным системам или программам для ИВМ, которые обрабатывают сообщения в сети интернет. Естественно, мы голосовали против. Депутатов лишили возможности обсудить этот закон. Ее сразу ставили во второе и третье чтение. Но я скажу, что этот прием, к сожалению, продолжает использоваться. И вот уже сейчас готовится еще один закон, пока не буду его называть, который пойдет тоже прицепом в другой, безобидный, казалось бы, закон. Но надо сказать, что вот эта практика, она не только дискредитирует парламент, но и в значительной мере унижает депутатов. Спасибо. Хотелось бы добавить, у нас закончилась работа в округе. И вот лично ко мне пришла группа фермеров из Краснодарского края, которые поведали мне о том, что в принципе Кущовщина не только наказана и изобличена, но она сегодня набирает новые обороты. Прежде всего, в чем она выражается? У фермеров на стадии перерегистрации путем коллективного давления латифундистов, это крупных земельных собственников, аффилированных с ними судей, прокуроров, в принципе идет повторный отъем земель. Но те, кто пытаются сопротивляться, в том числе идет поджог имущества, как это произошло в Кавказском районе, заказные убийства, причем не представили факты, на которые не реагируют правоохранительные органы. Мы также эти вопросы будем поднимать, для того, чтобы общественное знало, что это недопустимо. И это тоже характеризует то, что власть внизу не осознает опасности момента, которые есть сегодня у нас в мире и в стране. И это говорит о том, что в принципе, если мы не вернем идеологию в Конституцию, если мы не поднимем спрос, а мы убеждены, вот, Юрий Петрович, о том, что те, кто облечен законом, должны иметь значительно большее наказание. Это и полицейские, это и судьи, это и прокуроры, то есть должна быть ответственность за неправомерные решения и участие таких вот ОПГ скрытых, понимаете? Иначе, скажем, мы просто опять возбудим дух 17-го года прошлого века. К сожалению, если я вам напомню, то он произошел после Первой мировой войны, где такой же беспредел, постепенные безволия власти нарастали. Субтитры создавал DimaTorzok